Всем привет! Меня зовут Алена и в сегодняшнем видео я вам хочу показать как сделать работу из фоамирана очень простым способом. Меня очень часто спрашивают как можно сделать цветочки из фоамирана именно для начинающих и какую именно композицию сделать. Так что сегодня я вам покажу как это можно сделать поэтому если вы новичок и вам интересно оставайтесь со мной. Именно вот с этой работы я и начинала свое знакомство с фоамираном на тот момент это было 7 лет назад я совершенно не понимала что такое фоамиран как с ним работать и увидела первое попавшееся видео на ютубе сейчас их огромное количество раньше было их совсем немножко и просто попыталась сделать что-то подобное вот именно тогда я поняла как нужно работать и никаких молдов у меня не было ничего у меня не было у меня был просто фоамиран этот разной толщины первые которые я смогла найти сегодня же я буду использовать фоамиран и он у меня толщина 1 миллиметр по моему он у меня весь иранский и нам понадобится сама проволока проволока для стебля я как обычно использую все что нахожу дома совершенно на любую проволоку она у меня размером максимально 18 сантиметров для одного вида цветочков нам понадобятся тычинки можно сделать их самостоятельно мелко нарезав сам фоамиран но можно их купить небольшое количество тычинок приклеиваю на проволоку теперь сами лепестки у меня все лепестки будут одинакового размера это три с половиной на четыре сантиметра вырезаем форму лепестка он у нас будет форме капельки после чего складываю гармошкой скручиваю пальцами можно это делать при помощи утюга разворачиваем и слегка натягиваем так я делаю много много лепестков клей если у вас нету термо клея можно испорить совершенно любой секундный супер клей дешевый дорогой не важно он весь клеит хорошо у меня самый дешевый клей который я нахожу себя в магазине знаете мне в работе очень нравится наношу с одной стороны клей и начинаю склеивать все лепестки в форме веера от количества лепестков у вас будет зависеть только размер вашего цветочка можно использовать как 4 лепестка у вас будет маленький бутон также и 20 вас просто будут пышный цветочек вот такой вера у меня получается теперь я его скручиваю и подклеиваю последний лепесток вот что у меня получается при желании можно каждый лепесточек еще и подкрутить теперь вклеиваем тычинки наш цветочек и заодно добавляем ему стебель делаю это при помощи термо клея но в дальнейшем я работала все равно с обычным супер клеем сам чашелистик он у меня размером 5 на 5 сантиметров вырезаю квадрат и складываю на четыре части после чего вырезаем форму листа и с одной со второй стороны я слегка надрезаю после чего точно также скручиваем можете использовать ютюг кстати сам чашелистик вы можете делать как длинным так и коротким тут совершенно не принципиально потому что цветочки нас фантазийные и у них нету никакого определенного названия после чего одеваю на степель это же подклеиваю супер клеем все что нам остается это сделать листья и затейпировать саму нож для листа я также беру приблизительный размер это 4 на 6 сантиметров просто вырезаю форму листа и делаю на них зубчики и после этого я просто слегка его скручиваю мы придаем просто объем нашему листику чтобы он не был таким плоским ты первую ножку при помощи тейп ленты разделяю на две части для того чтобы она была потоньше удобнее было работать и сверху приклеиваю сам лист при желании можно свой лист приклеить на тонкую проволоку но потом при помощи тейп ленты его вкрутить но в принципе если вы видели видео более сложные то вы понимаете то о чем я говорю ну а это самый простой вариант именно тот вариант с которого начинала я на цветочек можно приклеить также несколько листиков и вот таким образом я сделал для своей композиции 4 цветочка делаю их разного размера теперь мы делаем цветочек что-то похоже на розочку нам понадобится фольга фольга у меня размером приблизительно семь с половиной на 10 сантиметров почему я говорю приблизительно потому что я все делаю на глаз и размеры цветочка цветочка могут конечно же отличаться после чего приклеиваю фольгу уже на свою проволоку и начинаем обкручивать и приклеивать лепестки то точно также чем больше лепестков тем более пышная получается у вас розочка приклеиваю первый лепесток и сверху его хорошо скручиваю чтобы серединке у нас не было видно и после этого постепенно по кругу начинают добавлять лепестки таким образом вы приклеиваете все лепестки смотрите на каком моменте вам нужно остановиться если вас устраивает уже размеры форма ра вашего цветочка значит хватит остается приклеить чашелистик и затейпировать ножку это же приклеить сам лист размеры лепестков у меня точно такие же как в темно-фиолетовых цветах и обрабатываю их точно также а а а Ну вот, у меня получились вот такие цветочки, с которых мы сейчас будем делать композицию. Кто смотрит и наблюдает за моим каналом, наверняка видел вот эту гортензию. Ссылку на это видео я тоже вам оставлю. Я решила все-таки в этой композиции использовать то, что у меня давно валяется. И знаете, как-то хотела сделать отдельно большую веточку с этой гортензией, но все никак не доходили руки. А сейчас посмотрела, что в принципе сюда она неплохо подходит. И еще пару веточек с зеленью. Зелень лишней никогда не бывает. Теперь само кашпо. Можете взять совершенно любую баночку и обкрутить ее джутом, бечевкой или возможно у вас есть какое-нибудь интересное кашпо. В том случае у меня купленное кашпо, а здесь у меня была вот такая заготовка и джута, которую я просто наполнила пенопластом и буду вставлять сверху все цветы. Лучше конечно же было бы, чтобы у нее был утяжелитель, но знаете, в итоге, не знаю с чем связано, но у меня оно ничего не падает. Так как я свою делаю композицию односторонней, я цветы начинаю выставлять от самых больших к самым маленьким. Если необходимо, я подклеиваю клеем, чтобы ничего не выпадало. Музыка Добавляю гортензию, добавляю зелень и все, что нам остается, это заполнить кашпо каким-нибудь наполнителем. У меня это будет кокосовое волокно, можно использовать сезаль. Срезаю лишнее и моя композиция готова. На самом деле можно сделать такую композицию за один день, даже новичку, считая того, что много сил тут не понадобится, так как цветочки делаются очень просто. И вы конечно можете выбирать совершенно любую цветовую гамму, совершенно любое кашпо, добавлять какие-то интересные элементы и у вас получится интересная композиция. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и конечно не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok